Защищать город и район от чрезвычайных происшествий, спасать людей и их имущество – главная задача службы МЧС. И молодые кадры здесь всегда нужны. Начальник караула Александр Тимошицкий заступил на службу 8-й пожарно-спасательный отряд Тобольска полгода назад, после окончания специализированного вуза. Он продолжатель известной династии пожарных, готов, как и родители, посвятить всю свою жизнь важному делу. Конечно, профессия героическая. Еще в детстве я даже подумать не мог, что я окажусь в такой структуре. Ну, я поступил в институт, я его окончил, и сейчас ни капли не жалею об этом. Наталья Таскаева, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы, тоже молодой специалист. Выбрала эту структуру не случайно. Есть с кого брать пример. Папа – командир отделения пожарной части в селе Вагай. И хоть ее работа отчасти бумажная, в случае необходимости готова ринуться в бой и прийти на помощь людям. Служба пожаротушения – это очень сложно, это мужская работа. Но все равно, если где-то когда-то, может быть, нет мужского пола, то я знаю, как этим пользоваться и смогу помочь. Получить профессию, связанную с пожарным делом, могут как юноши, так и девушки. Обычно на Тюменскую область выделяют до 10 бюджетных мест в ВУЗ службы МЧС. Часть из них отводится на Тобольск. Конкурс составляет три человека на место. После обучения они возвращаются обратно. Квалифицированный руководящий состав всегда требуется в пожарной части как города, так и района. Для того, чтобы поступить в учебное заведение, выпускникам необходимо сдать ИГ по трем предметам. Это русский, математика и физика. Математика идет профильная. Кроме этого, на базе уже учебного заведения они проходят еще дополнительные испытания. Это по физической подготовке они сдают нормативы. И плюс внутренний экзамен по математике. Но сначала те, кто мечтает работать в службе МЧС, должны пройти психологическую и медицинскую проверку. Ведь эта благородная профессия требует и тщательного отбора.